Утро. Коронавирус. COVID-19 зафиксирован в одной из самых больших школ Клайпеда. Диагноз подтвердился у ученика про гимназию Версмес, который на прошлой неделе посещал уроки. Как заявила директор образовательного учреждения Грожина, по тени всему классу пришлось изолироваться. Также имеются неподтвержденные подозрения о еще одном случае заболевания в этой школе. В связи с этим еще один класс переведен на самоизоляцию. По последним данным, вирус затронул уже 15 образовательных учреждений Литвы. Однако, по мнению эпидемиолога Даймы Размувени, никаких резких и критических действий руководителям школ предпринимать не стоит. В стране на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения ребенка в школе. Все дети заболели в семьях, на мероприятиях, на семейных встречах. Размувени считают, что панику поднимать рано, надо тщательно соблюдать меры предосторожности. Дорожные рабочие предупреждают, что из-за сильного ветра на дорогах могут быть упавшие деревья или ветки деревьев, особенно в лесных районах. Скандалы В Литве набирает обороты скандал, связанный с нелегальными собачьими питомниками, которые были обнаружены в последние дни. После обнародования фотографий, на которых видно, в каких ужасных условиях содержатся животные, предлагается создать новую службу. Инспекция по благополучию животных могла бы заниматься всеми вопросами, связанными с жестоким обращением и ненадлежащим содержанием питомцев. Эта служба частично бы выполняла обязанности, которые сейчас разделены между самоуправлениями, полицией и ветеринарно-продовольственной службой. Добавим, что с субботы полиция начала уже пять досудебных расследований по причине жестокого обращения с животными. После появления первых фотографий в интернете, похоже, что владельцы нелегальных собачьих питомников стали активно заметать следы и избавляться от собак. В разных районах были найдены останки животных. Некоторые из них были сожжены, другие были обнаружены в мешках. На выборах в семь, организованных в октябре в условиях пандемии, при голосовании избиратели должны иметь при себе защитную маску, документ, удостоверяющий личности и свою ручку. Если член избирательной комиссии пожелает удостовериться в подлинности личности того или иного человека, он может попросить снять маску на срок до 10 секунд. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Лауры Матешей-Тити, избиратели должны будут дезинфицировать руки перед входом на избирательные участки и соблюдать дистанцию не менее метра во время ожидания в очереди. Образование. В этом году на бесплатные учебные места было принято 13,5 тысяч первокурсников, на 700 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве образования. Всего в этом году в ВУЗы принято более 20 тысяч первокурсников, на тысячу больше, чем в прошлом году. Прием в профессиональные училища в этом году также является рекордным. Заключено на полторы тысячи договоров больше, чем в прошлом году. Их выбрали 21100 учеников. И почти 400 старшеклассников впервые в этом году воспользовались возможностью получить профессиональные знания еще в школе. Из-за пандемии жители Литвы стали реже ходить в кино. По этой причине кинотеатры страны переживают настоящий кризис. Поток клиентов не превышает 40% от прошлогоднего. Компания Форум Синемас уже объявила об увольнении 32 сотрудников. По данным Содры, за июль в литовском филиале Форум Синемас работали 142 человека. Уточняется, что сокращение посетителей связано не только с необходимостью дистанцироваться, но и с тем, что многие премьеры фильмов были перенесены на следующий год.